Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала. Тема у нас весьма весьма нужная, весьма затрагивающая всех. Но перед этим я хочу вам кое-что показать. Вот смотрите, вот я сейчас перед вами сижу, ровненько, пряменько и пропорциям головы и туловища рук нормально. Теперь смотрите, я придвинулся к камере. Видите, какая у меня голова, а тело там маленькое. И можно подумать, вот это головастик сидит. А теперь смотрите, я сажусь наоборот. Я сажусь вот так. В результате получается, что у меня пузо. Вот что у меня есть огромное пузо. Как-то это, как бы сказать. Я сам смотрю на себя во время монтажа и думаю, да что ж такое. Какой-то я пузатый становлюсь. Пузатый вот так естественно. Еще раз я вам показываю. Видите, какая голова против туловища. То есть неестественно. И в то же время вот так вот неестественно. Поэтому, чтобы вы не думали, что я тут такой какой-то толстый приборов, это просто эффекты от съемок. Какой там план поближе, какой подальше. Ну а после такого введения, после такого введения, приступим к делу. Итак, почитаем ваши комментарии и кое-что я прокомментирую. Вот именно, что я особенно хотел подчеркнуть. Вот вы что-то начинаете делать. Какую-то оздоровительную методику. И у вас даже особо не возникает мысли о том, что вы что-то начали делать. Значит, ваш организм на это делание начинает выдавать какую-то реакцию, которую надо правильно для себя объяснить. В противном случае, получается, вы что-то начали делать. Более-менее находитесь в таком, ну, каком-то стабильно, стабильно среднем состоянии, которое вас устраивает. И вдруг вы начали что-то делать, у вас возникает головная боль, а то там тошнота, понос, сыпель, еще что-то или еще что-то. И вы думаете, лучше бы я это не делал. Что это такое-то? Вот это средство, оно ухудшает. Оно не для меня, в конце концов. Оно не для того. И вот я приведу некоторые ваши комментарии и прокомментирую их. Вот Елена Лисицкая как раз написала вопросы по чистке печени. Добрый день всем. Подскажите, если кто знает, ну, кто знает, как не я. Пробую голодать. На третий день появляется ужасная тошнота, нестерпимо. То есть, вот как раз на третий день, почему там, допустим, на третий, на четвертый день и далее? Потому что голодание – это процесс. Организм начинает перестраиваться на такое, грубо говоря, внутреннее питание для того, чтобы жить дальше. Поэтому запускаются самые различные процессы. Это что касается, будем говорить, перестройки питания. Но в то же время, в то же время, все те скрытые заболевания, о которых мы с вами и не подозреваем, но которые у нас уже имеются, они созрели, они сразу же начинают проявляться. И в данном случае появляется ужасная тошнота, нестерпимо. Организм хочет очиститься через верхний путь, через рвоту. И это надо приветствовать. То есть, организм вам сам подсказывает, что там у меня уже шлаков довольно-таки много, и я хочу очиститься. Причем, от каких шлаков это будет очищение идти? Это будет идти от слизистых шлаков, как из легких, так и из желудка. И, возможно, будет идти даже и из печени, может быть. Так, выпиваю много воды, меня мутит еще больше. Отлично! Выпиваете воды, как раз вы с помощью воды создаете тот объем, который нужен для того, чтобы вот это все вышло из вас. То есть, организм настолько, будем говорить, переполнен ненужным, вредным, от чего он хочет избавиться. И поэтому возникают вот такие сильнейшие позывы на тошноту и рвоту. Приходится вызывать рвоту, после чего выходит слизь зеленая и временное облегчение. Вот я о чем вам говорю. Организм пытается очиститься с помощью, смотрите, с помощью рвоты организм очищается от слизи. От слизи в желудке, от слизи в легких, и даже в носоглотке. Но, в основном, это будет очищаться от слизи в легких и в желудке. Зеленая слизь. Зеленая слизь, это как раз еще указывает на то, что и очищается в некотором роде и печень, желчный пузырь. То есть, гулот сразу же начинает с вами работать, а вы думаете, а вы думаете, ай, как мне плохо. Временное облегчение, я так понимаю, это желчь из печени выходит. Это больше слизь выходит, организм переполнен слизью. Возможно, даже слизь из тонкого кишечника выходит. Но, в основном, еще разок повторяю, это выходит слизь, рвота, очищает желудок и легкие. Приходится прерывать голодь. Не могу пройти первый кризис. До первого кризиса там еще дойти. И не надо зацикливаться на том, что первый там кризис, второй кризис, третий кризис и так далее. Вам важно во время голодания правильно оценивать свое состояние. А именно, с вами началась работа. Организм начал работу по выведению излишка в слизи. Да, это неприятно. Да, шлаки всасываются в кровяное русло, будет голова гудеть, будет слабость. Это все естественные процессы и явления, которые указывают на то, что с вами началась оздоровительная работа. Оздоровительная лечебная работа. А вы ее прерываете. То есть, вы не даете дальше. Будет плохо, конечно. Надо тут, что надо тут делать для того, чтобы облегчить рвоту. Надо пить побольше теплой воды и рвать, пускай она там порвет, грубо говоря, 2-3 дня. Ну, может больше там. Надо делать очистительные кризисы, чтобы организм очищался, чтобы была меньше интоксикация. Естественно, надо поддерживать добрый настрой. Такой положительный настрой. А, знаете, вот как раз, вот это вот сейчас оценивается, что я вот только прочитал от Леночки, как нечто отрицательное. А вы поменяете точку зрения. С вами происходит нечто положительное. Вы исцеляетесь и видите, как вот эта вот зараза, вот эта вот зеленая слизь, которая вас душила, которая вот, знаете, вот вы просто свое состояние оцените. Ну, вы там не голодаете, вы, как бы сказать, ничего не делаете. Ну, вы просто живете. И вот ваше состояние, какое ваше состояние? Там, допустим, разбито, голова изредка побаливает, сил там нету, еще что-то нету, никакого желания нету, что-то там делать, еще что-то, еще что-то. То есть, вот это уже состояние у вас есть. И вы с помощью голода пытаетесь от этого избавиться. И, естественно, организм включается на полную мощность для того, чтобы это все выбросить. И это уже надо расценивать, смотрите, как диагностика своеобразная. Только раз, о, о, да ты смотри, у меня тут оказывается, сколько там слизи, сколько там разного рода шлаков, которые мне мешают жить, надо от них избавиться. Это же отлично! Не одно лечебное, вот особенно, что касается, знаете, разного рода там таблеток и так далее, с помощью которых вы пытаетесь корректировать свое состояние, чтобы там голова не болела, чтобы там просыпались, хорошо засыпались, более-менее двигались как-то там подвижно, применяли какие-то стимуляторы, там, что-то вкусненькое ели, вот это вот. Это ничего не сделает в плане оздоровления, то есть, современная медицина, не сделает ничего в оздоровительном плане для того, чтобы вот это, от всего этого избавиться. Зато, допустим, естественное оздоровление, и особенно царь естественного оздоровления, голод это начинает делать легко, быстро и просто, и показывает, о, ты смотри, сколько тут у меня, у вас, вернее, грязи, вот, только успеваю выбрасывать, а вы, а вы должны в это время помогать, ну, я уже сказал, с помощью чего, пить, значит, горячую воду, рвать, делать очистительные клизмы, чтобы силы были, значит, контрастные души, прогуливаться, если вы хотите помочь своему организму, а не то, чтобы, смотрите, дальше давайте почитаем, вот, дальше, знаете, как мысль работает не в ту сторону, значит, не могу пройти первый кризис, какими травами и по какой схеме можно начать смягчать печень и сделать тюбаж из масла и лимона, какими травами, по какой схеме можно начать сделать это, это все уже изложено, изложено, смотрите, читайте, слушайте, я наградил тут более трех тысяч видосов, и даже уже сделал эту самую, плейлист про очищение, все это рассказано, ищите, я не буду вам 20 раз повторять одно и то же, после чистки планирую повторить голодание, то есть здесь несколько думается, что с помощью каких-то там трав, с помощью еще чего-то, с помощью трав, ну, допустим, те же травы, которые входят в сбор Татьяны Буревой, как предварительно там это смягчение, они будут, естественно, действовать, и возможно, даже, смотря из-за зашлаковки организма, примерно тоже так же, как и рвота, но не так может быть быстро, пока там они накопятся, пока там еще там что-то начнут там действовать, а голод действует сразу, просто важно осознать, что с вами началась оздоровительная работа, вот такая вот работа, и поэтому ваша задача теперь, о, раз она началась, надо это приветствовать, надо это по-быстренькому сделать и наслаждаться жизнью. Ну, продолжим дальше, а потом уже там планирую повторить голодание и так далее, там чистка тюбаж. Кстати, теперь, кстати, если кто из вас смотрел, спонсорская подписка называется, про оздоровление Эдуарда, то там как раз, как раз я подчеркивал важную вещь, очистка печени у Эдуарда, сколько он не пробовал делать, она не получалась, из-за того, что было в организме, вроде человек, знаете, вот нормально сидит, ну, грубо говоря, вот такой, как я, а в организме огромное количество слизи, так вот это вот как раз слизь не давала возможности сработать ни маслу, ни лимонному соку, и даже ни травам для того, чтобы удалась чистка печени. Слизь, вот эта вот слизь, которая сейчас у вас отходит, она там все перекрыла, все-все в слези, все-все в этом, и вот это ни масло, ни соки, они только вот отсюда идут, то есть они не проходят через тонкий кишечник, а все, что сюда, сначала очищается, вот так вот, пробуют очистить организм слизь от слизи, а только после того, как слизь эта очистится, чистка печени удается. Поэтому из вот всевозможной массы оздоровительных средств, вы примерно так прикидываете, вы что-то там начали делать, и по обратным реакциям начинайте судить о том, что с вами происходит. Оздоровительные это реакции, надо через них пройти, либо же это есть ухудшение, то есть вы начинаете делать, и все хуже, 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 и хуже вам становится. Плод до. Либо же это очистительные и оздоровительные кризисы. Но в данном случае на голоде это как раз идет вот этот вот очистительный кризис через рвоту. Далее Надежда Иванова пишет, болят лимфоузлы на шее, что делать? Может начать чистку желчного. Раньше чистила по вашему методу лет 10 назад. Болят лимфоузлы на шее. Раз болят лимфоузлы на шее, это говорит о том, что вообще-то имеется и токсическое загрязнение организма, и паразитарное загрязнение организма, то есть лимфатическая система начала реагировать на нечто то, что у вас. И при чем здесь чистка желчного пузыря? Когда дело связано с лимфой. И вот когда лимфатические сосуды начинают вот так вот болеть, это указывает на то, что они начинают усиленно работать, что-то там обезвреживают, это говорит о том, что самая, как бы сказать, часть организма между кровью и клетками, это как раз вот межклеточная жидкость, которая является лимфой вообще-то. Вот она чрезмерно загрязнена. Загрязнена до такой степени, что лимфоузлы начинают не справляться и начинают болеть. А далее может возникать и фурункулы, и карбункулы, и прочие-прочие-прочие вещи. Значит, надо разобраться, нет ли там какой-то паразитарной инфекции в организме. Перенесли вы там ангину какую-нибудь, гриб, допустим, герпес, вот это вот модное заболевание. Принимали ли вы лекарства, и сколько там этих лекарств вы напили, что их надо же выводить из организма. И теперь вот это все болит. Что тут в данном случае лучше всего сделать, когда начали болеть лимфоузлы. Если это паразитарная штука, вот вы прикиньте, вы рассуждаете сами с собой, смотрите, а то разболелось, а что до этого было. Вот вы можете использовать тадикам, который хорошо очищает круг, жидкостные среды от разного рода микропаразитов. Очень хорошо тмин, внутрь запускать, я уже об этом неоднократно говорил, как это дело делается. Прекрасно нормализует микрофлору и прочие-прочие вещи. А если же это вы чувствуете не от паразитов просто-напросто, а вы там, грубо говоря, на Пасху наелись сдобы разного рода, потом лечились какими-то там лекарствами, кучей всевозможной, или еще что-нибудь, или еще что-нибудь такое, что у вас было типа отравлений, то тут просто-напросто надо поголодать. Желательно. Надо здесь дистиллированно в воде для того, чтобы очистить свою лимфу от разного рода вот этой вот ерунды. Потому что лимфатическая система, сигнализируя болями, говорит о том, что она уже не справляется. И ей требуется помощь. И помощь не в чистке печени, а нечто в другом. Сказал, да. Пошли дальше. Ну вот, Наталья, она интересную, интересный опыт свой изложила. Вопросы по чистке печени. Прошлой осенью пила масло черного отмина, поставила ложки утром натощак и на ночь. Я в свое время пил масло там черного отмина. Вот где-то по столовой ложке. Знаете, у меня началось, я, по-моему, одну бутылку выпить выпил, началось раздражение пищевода. Оно уж такое ядреное. Поэтому здесь очень важно понимать, вот вы начинаете пить, какое-то раздражение, значит, дозировку. Вот здесь как-то прошло нормально, и утром, и вечером. А если вы чувствуете, что у вас начинаются какие-то раздражения, значит, вы уменьшите дозировку. Сначала прекратите, а потом недельки через два, уже с дозировкой в два раза меньше, начинайте употреблять, чтобы вы понимали. Запивая тваром трав, через месяц вышло много камней. Как раз масло черного отмина. Масло, оно уже действует желчегонно. Масло. Далее душистое масло, ароматное масло, насыщенное разного рода фитонцидами и вот этими вот веществами, ароматными. Что оно делает? Оно уничтожает и... Кстати, может уничтожить и слизь. Вот, возможно, вот эта вот слизь, которая там, рвота там идет. В первом случае, о чем я говорил. Можно по чайной ложечке масла так джик-джик-джик-джик-джик-джик попивать. Утром натощак и вечером, значит, перед сном. Для того, чтобы оно там сделало свое дело со слизью. Значит, отваром травм вышло много камней. То есть, желчегонный эффект от масла раз, значит, душистый вот этот эффект, эффект фитонцидов, воздействия на паразита, воздействия на разного рода слизь, воздействия, размягчая, раздробляя и делая более текучим, привело к тому, что вышло много камней. Самопроизвольно. Самопроизвольно. То есть, важно проделать определенную работу, в результате которых вот это вот все произойдет. То есть, произойдет и улучшение качества желчи, ее текучесть, ее, значит, обеззараженность, значит, раздробление разного рода сгустков, там, конгломератов и прочих-прочих вещей, которые там не нужны. И тогда организм самопроизвольно только и все это отдаст. А так это все плотно сидит в структурах печени и комкуется вот в эти вот разного рода камушки, конгломераты, в желчном пузыре. И потом сидит и не хочет выходить. Так, дальше делаю по вашей методике с маслом, соком лимона после подготовки организма. Эффект тоже сильный был, но с маслом черного тмина в течение месяца легче переносится. То есть, здесь идет подготовка не в течение там трех дней, а в течение месяца. Это важно понимать. И здесь, видите, и легче переносится, и лучше работает. В некоторых случаях не надо, знаете, вот что-то такого, как бы сказать, на себя такого резкого, мощного какого-то средства использовать, которое может перетряхнуть организм очень сильно. И после чего у вас появится нежелание эту процедуру делать. А лучше все это растянуть во времени и добиться через месяц того же эффекта а то даже лучше. Ну вот Сергей Матвенко как раз говорит, вы рассказываете очень интересные нюансы. Как правило, по... Это уже практика идет. Это уже практика оздоровления основанная на теории, которая разъясняет что, что и как происходит. Куда вы движете? Димон пишет вопросы по чистке печени. Значит, Петровичу при жизни памятник стоит надо, кроме шуток. Кроме шуток, если у вас имеются какие-то материальные излишки, вы лучше не на памятник пожертвуете, а пожертвуете автора для того, чтобы он и дальше мог что-то творить, рассказывать, показывать и делать полезные вещи, а не то, что памятник стоит, ну и все, и памятник стоит. Автора уже нету. Вот Фишка пишет опять-таки вопросы по чистке печени. А я сейчас в еду добавляю сныть и молодую крапиву. Стол стал зеленый. Это есть реакция организма на то, что вы стали есть вот эти все вещи, значит, молодую крапиву, сныть и так далее. Все эти травки свежими же как раз и лучше способствуют и отхождению желчи. Отчасти они, конечно, могут свои пигменты и окрасить стул, а отчасти улучшить работу печени желчного пузыря. Выбрасывая быстро, без всякого застаивания. Это очень хорошее такое наблюдение. Поэтому наблюдайте, смотрите, как реагирует ваш организм. Наташа говорит, новое сны хотелось бы рассказать от дыхания по течению полевой формы жизни. Наташа, у вас есть моя почта, напишите свои сны на почту. Почитаю. Лера Соколовская пишет, слушаю вас и провожу чистку печени ливковой маслом и лимонами. Читаю литературу и так далее. Значит, выводы за эти годы сделала. Физическое тело чистить несложно. Действительно, это все важно просто понимать, как оно реагирует и что делать. А вот энергоинформационное это осложнение, а там как раз корень проблем. Энергоинформационное начинается с очищения самой простой полевой формы жизни. А вот далее, далее, я как раз вам рассказывал, а далее, это вы должны понять, как образуется ваше сознание. А я об этом рассказывал, а я об этом писал. Далее, что заставляет сознание человека работать, двигать, то есть, какие побуждения. На основе этих побуждений, опять-таки, я много рассказывал, как формируются черты характера, и уже далее, понимая, что все идет раз сознание, через черты характера, и упирается в побуждение, поработать с этими побуждениями, чтобы вы стали такой, знаете, спокойной, созерцательной, но в то же время любопытной личностью, что вы смотрите на окружающий мир, на разные вещи, там, так далее, но при этом не проявляете каких-то разрушительных эмоций, вы просто проявляете одну эмоцию радости, что великое любящее вас создало, позволяет вам жить и смотреть на этот мир, впитывая разного рода явления, и все это преломляется у вас в определенный опыт, поехали дальше, вот Сергей Матвиенко прокомментирует, он говорит, держится температура 37,2, не падает уже почти 4 месяца, а я вам рассказывал, что если держится температура, это говорит о том, что в организме имеется скрытая инфекция, ищите ее, а для того, чтобы найти ее, вот, 4 месяца она держится, а что было за 2 месяца до того, как она повысилась, за 4 месяца до того, вы вспомните свою жизнь, какие причины привели к тому, что это все повысилось, они не обязательно были, лечусь травами, уже 2 года, какие-то результаты есть, водолечение, но ничего не помогает, ага, не помогает, вот смотрите, вот знаете, ну не в бров, а в глаз, вот о чем я вам рассказываю, болят кишки, мочевой, сейчас сильно мучает цистит, боли либо в прямой кишке, либо в простате, самочувствие ухудшается, сердце стучит, пытаюсь бороться уже 2 года, теряю веру в выздоровление, у моего отца перед смертью все так же началось, наверное, надо искать онкологию, вы, как бы сказать, не навешивайте на себя что-то там такое, болят кишки, вот какой стул, значит, когда болят кишки, это помимо того, что болью сигнализирует, вы смотрите на стул, какой у вас стул, допустим, он жидкий, он неоформленный, это говорит о том, что у вас, да, газообразование постоянно там идет, это говорит о том, что у вас совершенно иная микрофлора, которая, естественно, вас жрет, возможно, у вас есть грибок, возможно, у вас, к тому же, есть герпес, который там, о которых вы так молчите, вас мучает, боли только в кишках, а с этим мы уже давным-давно смирились, возможно, какие-то там прыщи по коже, там, но это все указывает на интоксикацию, которая идет как раз вот с кишечником, что там неправильная микрофлора, и эту микрофлору можно с помощью семян тмина, я рассказывал об этом, как это, привести в порядок, довольно-таки быстро, то есть избавиться от газообразования, от боли и так далее, если уж мы действительно не берем вот этого, что это, онкология, но, как правило, все начинается с пуканье, пусине живота, неправильного, будем говорить, стула и так далее, то есть, с неправильной микрофлорой и кончается онкология, вот эту вот цепочку, не надо дожидаться, пока это будет здесь, а надо вот здесь уже ее нормализовать, ладно, почитаем дальше, болят кишки, мочевой, мочевой цистит, цистит, а что он мучает это самое, цистит, вы просто возьмите для себя, почитайте, цистит, воспаление мочевого пузыря, что оно воспалилось, как правило, это там, какие-то бактерии, вот смотрите, я при вас хочу сделать вот такую вот вещь, так, цистит, просто, чтобы вы яндекс, соберу, цистит, воспаление мочевого пузыря, часто используется для обозначения симптоматической инфекции с воспалениями слизистой оболочки мочевого пузыря, нарушениями его функции, а также изменениями осадков мочи, это википедия, итак, ключевое, для обозначения симптоматической инфекции, то есть настолько у вас много инфекций в организме, что она поразила, да она весь организм поразила, просто есть вещи, вернее, отделы организма, которые поражаются больше, которые поражаются меньше, и смотрите, откуда эта вся зараза идет, как правило, она идет из кишечника, она отсюда начинает идти, естественно, поднимается температура организма, хоть как-то старается это все обезвредит, подъемом температуры, естественно, идет истощение, потому что на температуру тратятся резервы организма, он истощается, он слабеет, а это микрофлора, которая там была, из-за вашего питания, не надо сбрасывать, что у вас там за питание, может вы там сладенькое любите, может вы вообще неправильно питаетесь, а именно считаете, что все нормально, допустим, выпивая там сладкий там чай или там компот, а после того, как вы там поели, считайте, что это нормально, и дедушка, и бабушка жили так, и так, как питались, и тра-та-та-та-та-та, то есть пересматривайте, что вы делаете такого, что еще вот это поддерживает это все, то есть ваш образ жизни, несмотря на то, что вы там используете травы, что-то там пытаетесь сделать, у вас основной образ жизни, он неправильный, и он поддерживает и усугубляет все эти вот правления, а вы пытаетесь как-то вот так, вы знаете, тра-та-та-та-та, по мелочам его там подействовать, не работая с основным, боли либо прямой кишки, либо простати, кишечник, что тут рядом находится, и предстательная железда, и естественно, мочевой пузы, все находится здесь рядом, и вся эта инфекция отсюда валом прет, и плюс всасывается еще в кровь, и организм как-то пытается вот там ее сдержать, самочувствие ухудшается, сердце стучит, естественно, на руссконаронизм, и тут идет война, как бы сказать, на истощение, пытаюсь бороться уже два года, теряя веру в выздоровление, так начну моего отца, подскажите, что делать, я уже по ходу действия, я вам рассказываю, что делать, значит, туда запускаете, в желудочно-кишечный тракт, семена отмина, по чайной ложке, далее, пересматривайте свое питание, что там у вас с питанием, и плюс по вот этим всем выделениям вы судите, что там с вас выходит, то есть, все это можно определить, по выделениям вы определяете и по газообразованию, и по болям всем этим, что у вас там неправильная микрофлора, далее уже начинайте все работы, подскажите, что делать, сказал, завтра пойду записываться на колоноскопию, и с чего-то надо начать, колоноскопия, ну, вот смотрите, если у человека неправильная микрофлора, то колоноскопия и вот это газообразование, там, боли, они толком ничего не подскажут, они подскажут колоноскопию только то, что может, что может даже быть воспаление слизистой толстого кишечника, вы столько времени потратили на то, что совершенно на вас не влияет. Очень большое отношение имеет к нашему здоровью эта диагностика. И диагностика не по колоноскопии, где вы там должны вот куда-то там сходить, а вот это вот ежечасная, можно так сказать, мгновенная диагностика своего собственного самочувствия. Как вы себя чувствуете? Нормально, радостно, далее, смотрите на кожные покровы, что-то вас удовлетворяет, что-то не удовлетворяет, а там где-то чешется, где-то там прыжечки вскакивают, значит, и есть инфекция. Работа желудочно-кишечного тракта. Что у вас за стул выделяется? Как он выделяется в день? Вонючий, он не вонючий. Газы есть, газов нету. Далее, по вот откашливанию, что там, откуда отходит слизь, там с носа отходит слизь, с бронхом отходит там слизь, какое количество этой слизи отходит. А, это тоже все указывает. И вы начинаете что-то делать, и начинаете судить по тому, что с вами происходит. Начали то, ага, голодать, пошло это. Начали что-то делать, пошло то. Начали это делать, пошло это. Ага, проанализировали. Я в своих книгах как раз уделил вот этому очень много внимания. И в видосах я уделяю. Потому что это, как бы сказать, написать это одно, а вот в практике сталкивается совершенно, как бы сказать, с другими вещами. Вроде по-писанному делаете, получаете какие-то такие вот результаты, ответные реакции организма, и не можете их правильно толковать, использовать. И тогда как раз отчетение организма для ослабленных людей, это будет номер три, пойдет так, как надо. Можете вовремя остановить развитие любого недомогания и более того, перерастание его в серьезную болезнь и далее наслаждаться здоровой жизнью. Для этого требуется от вас знание, знание я изложил, наблюдательность, анализировать свое состояние и с учетом того, что я вам сказал и так далее, начинать потихонечку это все регулировать. И у вас все будет зашибись.